Приветствую, братья и сестры! Сегодня у нас есть возможность еще раз собраться вместе и рассуждать о Слове Божьем, познавая волю нашего Господа. Для нас предстоит тема, которая записана, начинается эта тема в «Деянии святых апостолов». Продолжая разбор «Деяния апостолов», мы подходим с вами к 6 главе. И в 6 главе начинается история Стефана, история первого мученика за нашего Господа Иисуса Христа. История Стефана, она начинается в 6 главе. Я хотел бы прочитать несколько стихов 6 главы, чтобы мы прочитали о Стефане. И заключение 7 главы, тоже несколько стихов, рассказывают нам об этом удивительном муже. «Деяния 6 глава» со 2 стиха мы читаем так. «Двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали «Нехорошо нам, оставив Слово Божие, пищись о столах». Итак, братья, выберите из среды себя семь человек, изведанных, исполненных Святого Духа и мудрости, и их поставим на эту службу. И угодно было это предложение всему собранию, и избрали Стефана, мужа исполненного веры и Духа Святого, и Филиппа, и Прохора, и Никанора, и Тимона, и Пармена, и Николая Антиохийца, обращенного из язычников. Восьмой стих. «А Стефан, исполненный верой и силой, совершал великие чудеса и знамения в народе. Некоторые из так называемой синагоги либертинцев, и киренийцев, и александрийцев, и некоторые из Киликии и Асии вступили в спор со Стефаном, но не могли противостоять мудрости и духу, которым он говорил. И возбудили народ, и старейшин, и книжников, и напав, схватили его, и повели в Синедрион. И все последние стихи, все сидящие в Синедрионе, смотря на него, видели лицо его, как лицо ангела». Седьмая глава. Это речь самого Стефана. И вот в конце, после того, как он сказал вот эту речь свою, защищаясь от своих обвинителей, 54 стих. «Слушая сие, они рвались сердцами своими и скрежетали на него зубами. Стефан же, будучи исполнил Духа Святого, возрев на небо, увидел славу Божию Иисуса, стоящего одесную Бога, и сказал, «Вот я вижу небеса, отверстые, и Сына Человеческого, стоящего одесную Бога». Но они, закричав громким голосом, затыкали уши свои и единодушно устремились на него. И, выведя за город, стали побивать его камнями. Свидетели же положили свои одежды у ног юноши именем Савла и побивали камнями Стефана, который молился и говорил, «Господи Иисусе, прими дух мой!» И, преклонив колени, воскликнул громким голосом, «Господи, не вмини им греха сего!» и, сказав сие, «Почил». Вот такая история, друзья. Одна из немногих, я бы хотел сказать, вот в Новом Завете, одна из немногих историй о простом христианине, о нашем брате с вами Стефане. Это история, которая рассказывает немножко о жизни его, о его служении и о конце его жизни. Действительно, мы немного знаем, вот из описания этого мы совсем мало, почти ничего не знаем о жизни Стефана. Вот жизни, какой был Стефан, с кем был ли он семейный человек, не семейный, как он жил. Но история говорит, что это был еще достаточно молодой человек. История церкви говорит, что Стефану было где-то 30-34 года, когда он закончил мученически свою жизнь, оставаясь верным Господу. Известно, что это был человек из еленистов, это был еврей из еленистов. То есть это еленисты, это были евреи, которые когда-то, может быть, несколько поколений назад, они уехали, были изгнаны, вот при россияне, они рассеялись, и они не жили в Израиле, они жили где-то в других странах, но они сохраняли свою веру. Еленисты это были евреи, которые чтили закон, которые старались каждый год приезжать в Израиль, в Иерусалим на поклонение, чтобы принести жертву. То есть это были евреи, которые жили вдалеке от Израиля. И естественно, когда люди жили вдалеке от Израиля, у них менялся язык, они начинали говорить на других языках, там, где они жили, у них иногда менялась культура, потому что они жили в других странах, с другими, в другой культуре. И случалось так, что вот эти евреи, еленисты, которые жили далеко от Израиля, они возвращались в страну к себе. И возвращаясь в страну к себе, вот эти еленисты, они испытывали, а вот от коренных евреев, которые жили в Израиле, они испытывали, ну, такое презрение. Коренные евреи И нехорошо относились вот к этим людям, которые приезжали, хотя они тоже были евреи, они приезжали со стран, но у них была проблема языка, и у них была проблема иногда культуры вот этой, откуда они приезжали. И поэтому мы читаем 6 глава, даже в церкви, когда возникали какие-то некоторые трения, потому что написано, что вот эти христиане еленисты и христиане, вот эти коренные евреи, они где-то были, возникали какие-то споры между ними. Кто-то был пренебрегаем, кто-то свысока смотрел на других, на вот этих людей приезжих, у которых были какие-то, может быть, не совсем правильные, может быть, какой-то акцент был, какие-то правильные, не такие культурные, может быть, традиции они приносили. И вот один из еленистов евреев был Стефан, друзья, молодой человек, который обратился к Господу. И мы хорошо знаем о его служении. Писание говорит, что он был избран на служение дьяконское. Но мы знаем, что, считая его служение, мы видим, что он также был ревностным и хорошим проповедником. Он нес служение дьякона в церкви, и он был проповедником и благовестником. Он свидетельствовал о Христе. Еще нам конкретно ясно видно конец его жизни. Нам известно, как мы только что об этом причитали, как Стефан вот так вот красиво, по-христиански красиво, друзья, закончил свою жизнь и уходил к своему Господу. Удивительно, друзья, даже тот факт, когда человек этот умирал, он смотрел на тех, кто убивал его, и он понимал, кто в этом виноват. Он понимал прекрасно, за что его судят. Он прекрасно понимал, кто его убийца. Он прекрасно понимал, что он сейчас умирает. И при всем этом, друзья, он находит в себе силы и говорит, прости им. Он говорит то же самое, как когда-то сказал наш Господь Иисус Христос. Мы часто, я так подумал, мы часто, друзья, знаете, когда иногда мы обижаемся, и нам трудно простить людей, которые нас не заметили, которые, может быть, нам не позвонили, не посетили, может быть, мимо прошли как-то, и мы обижаемся, и нам трудно понять таких людей. Иногда еще более нам трудно, когда нам сделали какое-то замечание, там вообще у нас проблемы иногда случаются. А еще, не дай Бог, кто-то нас оклеветал или что-то сказал неправду на нас. Нам так трудно простить людей таких. Стефан вот нашел вот себе силы, друзья, вот этот добрый пример Стефана, когда он, умирая и зная, кто его враги и что они сделали, и ради чего все это происходит, этот брат наш Стефан, он прощает своих убийц. Почему о Стефане, братья и сестры, написано в Библии? Почему вот в книге Библии, на самом деле, вот на многие тысячи лет оставлен именно Стефан? Почему для нас и в чем для нас пример Стефан, друзья? Я думаю, что все мы согласимся, что Стефан на страницах Евангелия, Стефан на многие годы, на тысячелетия оставлен для нас как пример верности. Верность Богу, невзирая на обстоятельства, верность Богу до конца дней жизни. Вы знаете, вот сейчас проходит испытание крещаемых, и братья задают вопрос очень часто тем, которые собираются принять крещение. Они говорят, ты обещаешь Господу верность, да? Ты обещаешь Господу добрую совесть, обещаешь Господу быть верным. Они все говорят, обещаю. А потом следующий вопрос братья задают, а как долго, насколько это обещание? И наши молодые братья и сестры, которые собираются принять крещение, они говорят, до конца дней жизни. Мы понимаем, что верность Господу должна быть до конца дней жизни. И вот в этом пример добрый, христианский пример Стефана. Цена верности, которую заплатил Стефан, она была очень высокой, друзья. Самое большое, что имел Стефан, это жизнь свою. И он отдает эту цену, он платит эту цену для того, чтобы остаться верным Господу. Писание нам говорит, известный стих этот, он в Откровении записанно. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни». Друзья, для того, чтобы нам жизнь получить вечную, для того, чтобы достичь неба, вот есть это необходимое условие «будь верен до смерти». Как бы мы ни верили, что бы мы ни делали в своей жизни, какие бы подвиги мы ни совершали, если мы теряем верность на протяжении своей жизни, друзья, мы не достигаем жизни вечной. «Будь верен до смерти, и дам тебе венец жизни», говорит Христос. Какую цену, братья и сестры, готовы мы сегодня заплатить за верность? Вот какую цену мы сегодня готовы заплатить, чтобы остаться верным нашему Господу? Легко ли в нашей жизни, друзья, достается нам верность Господу? Легко ли? В Библии очень много примеров, друзья, и они такие очень настораживающие примеры, они такие трудные примеры, когда мы смотрим на людей, которые действительно были сильные люди, это были сильные мужи даже, которые были даже посланы Богом, через которых Дух Святой действовал. Были, мы смотрим иногда, мужи, которые со Христом проводили много времени. И вот многое, и даже из этих людей, друзья, мы смотрим на их жизнь, и мы видим, как часто в их жизни проявлялась неверность, как часто они не платили цену, даже, может быть, не такую большую цену, как заплатил Стефан, они проявляли неверность в своей жизни. Для кого-то цена чечевичной похлебки была выше цены верности, для кого-то цена красивой одежды была, оказалась выше, чем цена послушания и верности Господу. Для кого-то из этих мужей кто-то оценил вот 30 серебряников выше, чем цена верности Господу. Кто-то оценил свою жизнь, вот боясь преследований, может быть, боясь смерти, он осмотрел на жизнь свою и смотрел, что ожидает его впереди, и вот цену своей жизни люди часто ставили выше цены верности нашему Господу, и они отрекались, они убегали от Бога, они проявляли неверность. Друзья, нам, может быть, неправильно смотреть на друзей, на людей в Писании, если мы посмотрим на свою жизнь, я уверен, каждый из нас мы так часто увидим, как часто мы ценим что-то или кого-то дороже, чем цена верности. Как много примеров в нашей жизни, друзья, когда действительно какая-то мелочь, цена каких-то приобретений, цена какого-то нашего состояния, благополучия, она становится выше цены верности. Как часто, может быть, друзья, вы замечали в своей жизни, когда цена авторитета нашего, когда мы, может быть, боимся каких-то насмешек, когда мы боимся выделяться в этом мире, и вот эта вот цена, когда нас не поймут, когда мы не желаем страдать, может быть, когда вот эта цена, она становится выше цены верности. Как часто цена наших удовольствий, друзья, вот в нашей жизни, она становится выше цены нашей верности. Как часто мы слышим примеры, друзья, они такие, может быть, детские, смешные, но на самом деле иногда люди уходят из церкви и возвращаются в мир буквально по пустякам. Люди, которые говорят, а я бы хотела, может быть, мне не нравится, что вы так вот скромно себя ведете, мне не нравится, что вы на танцы не ходите, я слышал такой пример, и люди уходят из-за этого из церкви. Какая цена бывает мелочная, пустая, друзья, в сравнении с тем, от чего отказываемся мы, на что меняем верность нашему Господу. Поэтому Стефан, друзья, он большой пример для христиан всех времен, пример верности до конца. Вот для Стефана самое ценное, самое важное, что было в жизни у Стефана, даже сама жизнь, он смотрел на вот эту ценность, он смотрел на ценность остаться верным Господу, и он принимает вот это решение заплатить цену и отдать все, что у него есть, для того, чтобы остаться верным Господу. Вот отсюда, друзья, сейчас у нас главный вопрос. Рассуждая о Стефане, смотря на жизнь его, смотря на подвиг его, вопрос для каждого из нас, что нужно делать мне сегодня, чтобы и мне оказаться верным до конца. Как приготовить себя, друзья? Как получилось, что Стефан смог, человек, который был подобен нам во всем, Стефан, который жил две тысячи лет назад, и он смог совершить вот этот подвиг? Как у Стефана получилось, друзья, действительно сохранить верность Господу, невзирая на все обстоятельства? Как Стефан смог достичь вот этой вышины, друзья, которой всем нам нужно с вами стремиться? Я бы хотел посмотреть на Стефана, друзья, на жизнь его, на то, что говорит о нем Слово Божие, и обратить внимание на три причины, почему у Стефан смог оказаться верным Господу до конца. Вот мы читали с вами 6 глава, 3 стих, написано так, когда апостолы, перед апостолами стояла задача выбрать людей из среды тех, которые там были, из церкви первоапостольской, и написано так, выберите из себя семь человек, изведанных и исполненных Духа Святого. Братья и сестры, очень кратко мы не так давно говорили о Духе Святом, но все-таки вот это вот первое условие, почему Стефан смог оказаться верным до конца. Везде, практически везде, мы, наверное, пять или шесть раз с вами встречались вот в этом тексте 6-7 глава о Стефане, и почти каждый раз, когда говорится о Стефане, написано «исполненный Духом Святым». Стефан был исполненным Духом Святым. Друзья, у меня вопрос, а вот те люди, из которых избирали, написано «изберите из среды себя», то есть из церкви, семь людей, семь человек, которые были исполнены Духом Святым. А остальные, они были исполнены Духом Святым или нет, друзья? Как вы думаете? Мы ведь понимаем так, что если человек принял Христа, если он стал членом церкви, мы читаем, есть много мест доказательства этому в Священном Писании, что мы все люди, все члены церкви, они становятся детьми Божьими. И написано, что если мы дети Божьи, то мы все дети Божьи, вводимые Духом Божьим. Написано, что мы запечатлены в день искупления, мы запечатляемся Духом Святым. Что все мы, если мы члены церкви, написано, кто Духа Христова имеет, тот и не его. То есть каждый человек, который кается, который принимает Христа, он получает Духа Святого в свое сердце. Мы верим этому, мы понимаем это так, об этом Слово Божие говорит. Но все-таки, друзья, из всех этих людей, которые были в церкви, которые имели Духа Святого, которые были запечатлены Духом Святым в день искупления, вот из всех их есть люди, друзья, которые по-особому написаны, чтобы они были исполнены Духом Святым. Вот это слово, исполненный Духом Святым, он переводится как наполненный или насыщенный. В Священном Писании, в Ефесянам, пятой главе, мы читаем об этом, есть конкретное условие, друзья. Помимо того, что мы запечатлены Духом Святым, Священное Писание обязывает нас и повелевает нам, написано пятая глава, восемнадцатый стих Ефесянам, «Исполняйтесь Духом Святым». Это тот же перевод, то есть наполняйтесь. Да, вы запечатлены, да, вы искуплены, да, на вас есть стоит, на всех на нас есть печать Духа Святого, но каждому из нас после этого написано, «Наполняйтесь, насыщайтесь Духом Святым». И таким человеком был Стефан, друзья, написано, «Исполненный Духа Святого». Помимо того, что мы однажды запечатлены Святым Духом, живущим в нас, в каждом дне, друзья, в каждом дне нашей жизни перед нами стоит вот это повеление и задача насыщаться Духом Святым. Вопрос, как, друзья? Как в нашей жизни мы можем наполнять себя, сердце свое, внутреннего своего человека Духом Святым. Вот есть интересное место, 2 Коринфянам апостол Павел так говорит, «Где Дух Господен, там свобода». «Где Дух Господен, там свобода». Там немножко другая мысль, вот если контекст мы смотрим, но само выражение очень интересное, друзья, «А где Дух Господен?» Вопрос вот для нас теперь стоит. Написано, «Где Дух Господен?» Апостол Павел говорит. А для нас вопрос, «А где Дух Господен?» «Где найти Духа Святого, друзья? Везде ли? На всяком ли месте?» Помните, 1 Псалом, 1 Псалом, вот мы с вами читаем, и наизусть многие из нас знают этот текст 1 Псалма, и там написано, что блажен муж, который, да, помните, который не ходит, который не стоит, который не сидит, он не ходит там, где нечестивые, он не сидит там, где пути грешных, и он не сидит там, где собрание развратителей. Почему, друзья? Почему блажен муж, который там туда не ходит, там не сидит и там не стоит? А потому что, друзья, потому что там нет Духа Святого, потому что там Дух Святой не действует. Есть пути, когда-то брат говорил на эту тему, хорошую проповедь, есть, оказывается, пути в нашей жизни, где Дух Святой. Есть места, где нет Духа Святого, где мы не можем наполняться Духом Святым, хотя, может быть, и хотим, и где-то ищем, и желаем этого. Есть места, друзья, есть условия, где мы можем и должны наполняться Духом Святым. Известное место – это Ефесянам, 5 глава. Вот когда говорится об этом повелении, написано «Исполняйтесь Духом Святым». Смотрите, написано так, и дальше апостол Павел поясняет, это 5 глава, когда он говорит «Исполняйтесь Духом Святым», 19 стих, дальше он говорит, «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах наших Господу». Друзья, очень простое условие для того, чтобы исполняться Духом Святым. «Назидая самих себя псалмами, словословиями и песнопениями духовными, поя и воспевая в сердцах». Друзья, вот это простое условие исполнения Духом Святым. Если мы поем, воспеваем, не просто слушаем и не только, может быть, иногда и слушать хорошо, но как важно в сердцах наших, в жизни нашей, друзья, петь и воспевать Господу. Как мало мы поем, друзья, как мало я пою в своей жизни, но это условие исполнения Духом Святым, чтобы мы в своей жизни исполнялись Духом Святым, поя и воспевая. Чтобы были вот эти песни наши духовные, друзья, чтобы это касалось сердца. Духовное песнопение, оно размягчает сердце, оно делает его способным, может быть, каяться, принимать Божье Слово, оно делает сердце нашим мягким. Это духовное песнопение и вот это вот условие исполнения Духом Святым, назидая себя псалмами, поя и воспевая в сердцах наших Господу. Дальше апостол Павел говорит, благодаря всегда за все Бога. Еще один путь, друзья, где мы можем исполняться Духом Святым, когда мы, невзирая на обстоятельства, когда мы написано всегда и за все благодарим Господа. Как часто, друзья, в нашей жизни, заметьте на себя, как часто мы обращаем внимание на плохое, как часто мы слышим и сами иногда участвуем, когда есть какое-то осуждение, на работе не так, в семье не так, в церкви не так, проповедь не та, сосед не такой, дети не такие. Написано всегда за все, благодаря всегда за все Бога и Отца во имя Господа нашего Иисуса Христа. Друзья, исполняться Духом Святым, это тогда, когда мы склоняемся перед Богом, доверяя Его воле, доверяя Его руководству в нашей жизни, любые обстоятельства в нашей жизни, мы, смотря на них, мы благодарим всегда и за все. Это путь исполнения Духом Святым. И дальше апостол Павел говорит, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Повиновение, друзья, повиновение Слову Божьему. Написано, Бог дает Духа Святого повинующимся Ему. И вот здесь дальше апостол Павел говорит, что мужья Христу должны повиноваться, жены должны мужьям, дети должны повиноваться родителям, мы должны на работе повиноваться, мы властям должны повиноваться. Повиновение должно быть в нашей жизни. Это смирение, друзья, это признак смирения, когда мы можем повиноваться, невзирая на свое мнение, невзирая на свое положение, невзирая на то, что я что-то считаю по-другому, повинуясь друг другу в страхе Божьем. Стефан был наполнен Духом Святым, друзья Написано, что Стефан был исполнен Духом Святым И только поэтому я верю, друзья, что он смог совершить служение Он смог проповедовать, он смог вот так вот страдать И смог вот так именно умереть Потому что Стефан был исполнен Святого Духа Один человек сказал так, что люди, исполненные Духом Святым, пригодны ко всему Они могут не только действовать от имени Христа, но и страдать за Него Второе условие, друзья, вот мы если тоже смотрим на текст И смотрим на жизнь Стефана, на его характеристику Написано, что исполнен верой Он был не только исполнен Духом Святого Написано, что Стефан был исполнен верой Мы тоже, друзья, вот если подумаем А что, другие были неверующие люди? А те члены церкви? А те, может быть, братья, которые у других были, да? Они что, были неверующие, у них не было веры? Мы прекрасно знаем места о вере, друзья Когда Слово Божие говорит, что надобно, чтобы всякий, приходящий к Богу, веровал, что Он есть И ищущим Его воздает Мы понимаем, что для того, чтобы быть верующим, да? Мы должны быть, в нас должна быть вера Мы знаем, что без Бога угодить Богу невозможно Без веры угодить Богу невозможно Мы знаем, что мы верою принимаем Христа, друзья Мы прекрасно знаем, что мы только верою принимаем спасение Что мы верою оправдываемся Мы знаем также, что вера от слышания От слышания от Слова Божия В чем тогда была особенность Стефана, друзья? В чем была особенность Стефана? Потому что Стефан был особен в этом отношении В отношении веры Написано, что он был по-особому Исполнен верой Когда мы думаем о вере, друзья Мы сразу вспоминаем вот это вот определение веры К евреям, 10 глава Там написано, что вера – это осуществление ожидаемого Уверенность в невидимом И нам понятна вот эта вот, наверное, вторая часть Что уверенность в невидимом – это вера Мы так часто это понимаем Нам как-то легче это понять Вот я верю в Бога, которого не вижу Вот в этом вера, да? Но вот вера – это и вторая часть Не в меньшей степени написано, что вера – это осуществление ожидаемого И вот мы, если посмотрим на главу веры и на главу героев веры, вспомните, друзья, и вот посмотрите на характеристику каждого из них. Буквально несколько примеров говорится о Ной, вот Ной – герой веры, и написано, что у него была уверенность невидимым. Написано, что, получив откровение, что еще не видел. Ной было открыто, что будет потоп, и ему было сказано, чтобы он строил ковчег. Он не видел дождя еще в своей жизни, он не видел, что такое воды потопа, он не знал это, и он был уверен в том, что он не видел, что он не видел. Он был в этом уверен, он поверил Богу, у него была вот эта вот вера в невидимом. Но написано дальше, смотрите, получив откровение, что еще не видел, он приготовил ковчег. Вот совершается действие, осуществление этой веры происходит у Ной. Если бы только на этом остановилась, друзья, если бы остановилась вот вера Ной на том, что он был уверен в том, в невидимом, и все. Спасти бы Ной или нет, друзья? Спаслись бы мы вообще или нет? Были бы мы на этой земле? Конечно же, нет. Вера Ной не останавливается только там, где он поверил в невидимое. Вера Ной, она идет дальше. Поверив в невидимое, написано, Ной приготовил ковчег. Он осуществляет то, что он поверил, осуществляет невидимое. А Иосифе написано, веру Иосиф напоминал об исходе сынов Израилевых. Друзья, Иосиф в это время, когда вот эти слова о нем говорится, Иосиф жил в Египте, и он был на высочайшем уровне, у него проблем не было. Вся его семья была обеспеченная, вся жизнь его была обеспечена. Он был вторым человеком после фараона, но все-таки он смотрел в будущее, и написано, он напоминал об исходе сынов Израилевых. Он видел вот это невидимое, и у него была вера, что так и случится. Он знал вот это определение, которое еще дано было предком его, что они будут в Египте, и потом 400 лет, а потом Бог выведет его. Вот Иосиф не видел это, но он был уверен, что так и случится, друзья. Но это не все. Вера Иосифа идет дальше. Написано, что он верил этому, напоминал об исходе своем, и написано, завещал о костях своих. Вот это вот осуществление, Иосиф не только верит, но он и осуществляет свою веру. Он совершает такие действия, он садится, пишет завещание и говорит, вот когда я умру, и когда вот это вот наступит, то, что я не вижу, сделайте вот это, вынесите мои кости, захороните меня там-то. Иосиф, вот этот человек верой, он не только верит, он осуществляет свою веру на деле. Написано, что Моисей, тоже герой веры, как бы видя невидимого. Он тоже не видел Бога, у него была вера в невидимого Бога. Но смотрите дальше, Моисей не только видел и верил. Написано, он оставил Египет, не убоялся гнева царского. Моисей также, он осуществляет веру свою. Он не просто верил, он не просто был уверен, у него не просто была твердая вера, что Бог есть. Вот эта вера, она изменяла его жизнь по-особому. И вера Моисея, она заключалась в том, что он осуществил свою веру, оставив Египет. Друзья, вот так вот многие примеры, вот мы знаем об этом, мы знаем библейские примеры, может быть, мы знаем истории своей жизни, примеры людей, героев веры, которые были исполнены вот такой живой веры, действенной живой веры, которая не просто дает знания, не просто дает уверенность в невидимом, что что-то нас там ждет, что мы будем на небе, но когда мы, зная это и веруя в это, наша жизнь изменяется, мы осуществляем, друзья, ожидаемое в нашей повседневной жизни, когда жизнь наша, она изменяется под действием нашей веры. Вот именно для этого очень часто в жизни, друзья, происходит проверка веры нашей. Апостол Петр об этом говорит, друзья, говорит, радуйтесь, когда впадаете в искушение, потому что в искушениях, в испытаниях, в трудностях, друзья, какие бы мы трудности не испытали, написано, происходит испытание веры. Именно в трудностях происходит, и именно трудности для этого, чтобы веру нашу испытать, чтобы мы испытать наше сердце, наполнены ли мы действительно вот этой верой, которая руководит, которая изменяет жизнь мою, которая направляет жизнь мою. И потом вот в испытаниях происходит испытание веры, и вера наша укрепляется. Вот эта вера, друзья, которая действительно, которой был, наполнил Стефан, вот эта живая вера, которая определяла его поступки, определяла его поведение, которая действительно формировала его жизнь, его приоритеты, его служение. Это не была простая вера, да, в невидимое. Это была вера, которая заставляла его жить правильно, заставляла его жить по-христиански, заставляла или направляла его к тому, чтобы подражать его спасителю. Друзья, где вера сегодня? Христианская вера действует в нашей жизни. Я уверен, что каждый из нас скажет, что мы верующие люди. И я уверен, что каждый из нас верующий. И мы действительно верим в невидимое. И есть многие обетования, в которые мы верим, друзья. Вопрос только в том, где вот эта вот вера в невидимое, она изменяет нашу жизнь. где действительно мы сегодня, вот как каждый христианин, можем сказать, я верую, поэтому я туда не хожу, я верую, поэтому я не обманываю, я верую, поэтому я хочу делать добро, я верую, поэтому я хочу служить ближнему своему, я верую, поэтому я хочу прощать ближним обидчикам своим, я верую, поэтому я хочу подражать Христу. Вот это вот настоящая вера, друзья, живая вера, которой исполнен был Стефан, которой исполнены должны быть мы все с вами. Чтобы вера не оскудела, друзья, чтобы вера действительно, вот эта живая вера возрастала в каждом из нас, мы должны быть наполнены вот этой живой, действенной верой. И третье, друзья, третья еще характеристика Стефана, то, что помогло Стефану правильно жить, служить и правильно умереть, друзья, написано, что Стефан был исполнен мудрости. Он был исполнен Духа Святого, он был наполнен Духом Святым. Стефан был наполнен верой живой, Стефан был наполнен мудрости. Где наполняться мудростью, братья и сестры? Много есть, опять же, подсказок в Священном Писании об источнике мудрости. Притча, вторая глава, шестой стих написано, ибо Господь дает мудрость. Иов когда-то сказал, у него, у Бога премудрость. А Яков, помните, прямо говорит, у кого недостает мудрости, к кому обращаться? Допросит у Бога. Друзья, мы понимаем, что действительно мудрость, мудрость, она исходит у Бога, она исходит от Бога. Вот смысл мудрости, это когда мы думаем о мудрости, да, вот смысл нашей всей жизни, цель нашей жизни. Когда вот познание, когда мы говорим о познании истинной, что истинно в этой жизни, что добро и что зло в этой жизни, Что такое разум, что такое ведение, как принять правильное решение, как воспринимать людей, которые вокруг нас, с которыми мы общаемся, какие правильные могут быть приоритеты в нашей жизни. На вот эти ответы все дает, на вопросы эти все дает вопрос мудрость, мудрость, которая исходит от Бога. Но, друзья, есть, вот Священное Писание тоже конкретно говорит, что есть и наша сторона в том, как мы получаем мудрость. Это не означает, что я вижу, что мне нужна мудрость, да, и мне благо будет, если мудрость не будет. Я попросил, помолился сегодня, и сижу, и жду, и завтра, и через год я жду, покуда Бог даст мудрость. Друзья, есть пути, то же самое, это как-то похоже, вот есть пути, где мы Духом Святым исполняемся, то же самое есть пути, христианские пути, где мы наполняемся мудростью, где Бог действительно открывает нам свою мудрость. Об этом Ивов когда-то интересно сказал, смотрите, он говорит, но где премудрость обретается и где место разуму? Это 28 глава Иова. И он чуть дальше отвечает, вот страх Господен есть истинная премудрость и удаление от зла разум. Братья и сестры, есть пусти, по которым нам ходить с вами нужно, с которых сбиваться нам нельзя, потому что только вот на путях, где есть страх Господен, где мы уклоняемся от зла, только на этих путях мы можем наполняться мудростью, которую дает нам сам Господь. Если ты, в притче 2 глава, там тоже есть условия такие, он говорит о мудрости, тоже Соломон говорит о мудрости, говорит, что страх Господен – начало мудрости, мы помним это местописание. Потом 2 главу он начинает и говорит, вот если ты расположишь сердце, если ты будешь ходить на этих путях, если будешь служить меня, если, 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 и тогда, говорит, ты познаешь мудрость. Друзья, есть много условий, которые зависят от нас, чтобы нам исполняться мудростью, которая от Бога, в которой нуждаемся каждый из нас. Мудрость в притчах, вот мы читаем притчи, написано, что мудрых у смиренных, друзья. Поэтому наблюдайте за собой, смирен ли я, потому что гордым Бог противится, гордым не даст мудрости Бог. Написано, у смиренных мудрость. У советующихся мудрость, есть также текст такого описания, мудрость дает Бог тем, которые советуются, которые не говорят, так знаете, стукаем по столу часто, мы говорим, как я сказал, как я понимаю. Вот так, как я, так и будет. Написано, у советующихся мудрость, тому Бог открывает и дает мудрость свою. У общающихся с мудрыми, тому Бог мудрость дает. Когда у нас общение правильное, друзья, когда круг друзей у нас правильных, когда мудрые вокруг нас люди, написано, у общающихся с мудрыми, тому Бог дает мудрость свою. У тех, кто дисциплинирован, когда есть дисциплина в нашей жизни, более конкретно в притчах написано, кому достается розгода и кто принимает обличение. Друзья, принимайте обличение. Пусть Бог нам поможет действительно принимать обличение, потому что написано «У тех, тем Бог дает мудрость свою». И написано «Слово Божие» в Колоссянам 3,16 еще один источник мудрости или тот путь, на котором мы с вами можем исполняться мудростью и получать ответы на многие вопросы в нашей жизни. Написано «Слово Божие довселяется в вас обильно со всякою премудростью». Друзья, Слово Божие – это источник мудрости. Довселяется написано Слово Божие в нас обильно, каждый день, постоянно, чтобы действительно вот оттуда, на этих путях мы могли исполняться, наполняться мудростью. Стефан, братья и сестры, был исполнен Духа Святого, он был исполнен верой и он исполнен был мудрости. Вот эти вот качества, друзья, вот это вот наполнение Стефана, оно помогло ему, оно сделало его способным стать тем, кем был на самом деле Стефан, на которого мы сегодня смотрим, которого вспоминаем и который для нас хороший христианский пример. Более того, мы знаем, что сразу после Стефана настали времена гонений церкви. Я думаю, что после Стефана сразу же были апостолы, да, мы знаем, что почти все апостолы, они тоже приняли мученическую смерть. После апостолов все христиане проходили вот эту вот ступеньку мученической смерти, друзья. Миллионы христиан. И до наших времен, друзья, и до наших времен, до наших дней сегодня многие христиане умирают, оставаясь верными Господу до смерти. Но каждому из них, друзья, каждому из них, начиная с Стефана, необходимы были вот эти условия. Наполнение Духом Святым, наполнение истинной верой, наполнение мудростью, которая от Бога, друзья. Это же необходимо и нам. Это же наполнение нужно и сегодня, братья и сестры, и нам, чтобы нам жизнь прожить, чтобы нам правильно служить Господу, чтобы нам достигнуть вечности, чтобы нам сохранить верность нашему Господу. Исполняйтесь Духом Святым, наполняйтесь живой верою, наполняйтесь мудростью, которая от Бога. Мы об этом сейчас помолимся, друзья, чтобы действительно Господь благословил нас и помог нам в этом наполнении, чтобы мы этим были наполнены сегодня каждый из нас. Аминь. Помолимся об этом. Субтитры создавал DimaTorzok